Библия говорит Интересный и очень важный вопрос. Дело в том, что когда люди говорят о прощении или непрощении самого себя, чаще всего они упускают из вида некие факторы, которые играют здесь очень важную роль, и они имеют такую особенность скрываться или остаться незамеченными. Дело в том, что когда мы говорим о том, чтобы человек имел прощение, то прежде всего имеет значение прощение, которое исходит от того, против кого мы согрешили. И это, конечно же, прежде всего Бог. Бог является главным судьей. И по большому счету для каждого из нас прежде всего важно, простил ли нас Бог, потому что именно Он в конце концов будет с нас спрашивать. И именно Его отношение и играет колоссальную роль. Правда, здесь есть еще один фактор. Если мы согрешили против людей, вот тогда важно знать, опростили ли нас эти люди. То есть мы ищем прощение тех людей, против кого мы согрешили. Правда, здесь очень часто нам приходится сталкиваться с ситуацией, в которых некоторые люди не хотят простить. И нам трудно этим управлять. Мы не можем достичь, добиться прощения. Но Библия упрощает это все. И Библия говорит следующее. В первое послание Иоанна, в первой главе сказано следующее. Если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом. И крови Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. Если говорим, что не имеем греха, обманываем самих себя, и истины нет в нас. Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. То есть Библия говорит о том, что каждому человеку нужно, во-первых, ходить во свете. Что это значит? Это значит, вот такой, какой ты есть, предстать перед Богом. И такой, какой ты есть, предстать перед людьми. С тем, чтобы быть готовым, там, где ты виноват, просить прощения, быть готовым признать Божью оценку самого себя, того, кто ты есть, и что происходит с тобой. Если это произойдет, или тогда, когда это происходит, Библия гарантирует, что кровь Иисуса Христа очищает нас от всякого греха, и Бог прощает нам грехи, то есть Он принимает нас, Он принимает или устанавливает мир между собой и нами. Это, по большому счету, самое важное, то, что в действительности играет Его. Правда, здесь возникает ситуация, когда человек очень неловко чувствует себя. И он неловко чувствует себя не по отношению к Богу, не по отношению к другим людям, а ему как бы стыдно за самого себя. И он не может избавиться от этого чувства. И вот именно здесь люди и применяют эту фразу. Они говорят, тебе нужно простить самого себя. На мой взгляд, это неправильная формулировка, неправильный подход. Простить самого себя чаще всего в этом отношении имеет дело, эта фраза имеет дело с определенными ожиданиями от самого себя, у которых человека были, или претензиями. Человек претендовал на определенную значимость. В соответствии с этой значимостью он должен был бы поступать благородно, или правильно, или точно, или еще как-то выразилось его представление в его уме. И вдруг он не оправдал своих собственных ожиданий, и поэтому он чувствует себя очень скверно. Он чувствует себя очень неудобно в этом положении. В действительности, чтобы помочь такому человеку, ему нужно понять одну простую истину – понять, что он грешный. Понять, что его значимость не в нем самом, а в Иисусе Христе. Ему нужно принять прощение, которым простил его Бог во Иисусе Христе. Это не столько простить самого себя, сколько признать то, что Бог позаботился о нем и послал ему прощение, когда он послал сына своего на Голгофский крест, для того, чтобы он не только покрыл его своей кровью и смыл с него грех, а для того, чтобы он вот такого, какой он есть, грешного, несовершенного, принял и сделал частью своей семьи и наполнил своей славой, наполнил смыслом и наполнил своей значимостью. Это самое большое, что нужно человеку, который не может простить самого себя. Перестаньте пытаться прощать себя. Примите прощение, которое вам дал Бог во Иисусе Христе. Примите его славу и примите его значимость. И вы по-настоящему почувствуете свободу, которую он дает. Спасибо, пастор Алексей. Друзья, узнать больше о том, что говорит Библия, вы можете на сайте слова.орг. А ваши вопросы присылайте нам по адресу radio.atslova.org. Благослови вас Бог. Субтитры создавал DimaTorzok